И снова здравствуйте все, ребята. У нас вторая карта. Здесь продолжается гранд-финал, в котором играется DC против фичи гейминг. Фичи первую карту осилили не без проблем, не без трудностей, но все-таки, по сути, вся карта шла практически под их диктовку, то есть они имели преимущество с самого старта, но очень-очень долго была эта игра, они смогли ее завершить в свою пользу. Одна драка буквально решила все, ну и посмотрим, что у нас будет на второй складываться. Здесь у нас уже драфты потихонечку начались, будем их обсуждать. Да, мне кажется, вообще серия у нас будет очень тяжелая, очень аккуратная, потому что вичи гейминг даже при таком преимуществе, которое они взяли в начале вот этой первой карты, они все равно играли, пытались играть безошибочно, пытались играть на тотальную доминацию, но где-то все равно вот эти ошибки наделали. Выходы были очень неприятные для них периодически. Антимаг от папарацци, вот это, кстати, круто. Видела его на ТПЛе, на этом антимаге. Это действительно очень-очень хорошая макроигра, всегда от него была. Опять же, Марс, да, это герой, который выпрыгивает из этой арены. Мы уже видели неоднократно, да, вот этих героев, которые... Видишь Марса, берешь блинкера. Да, видишь Марса, да, берешь всех, кто может выпрыгнуть из этой арены. И здесь уже, в принципе, такая ситуация и наклевывается. В целом, ранный такой открытый Марс, он дает возможность и Вич Гейминг показать, что они там могут набрать. Но Марс обычно банится во второй стадии, если его не взяли, так что позже его CDCC взять не могли. К сожалению, действительно, вот заметен импакт от того, что два бана осталось только на каждого на первую стадию. То, что не получается перебанить всех, кого хотелось бы. И коры так вот уверенно берутся сразу же на первой стадии почти всегда, даже первой позиции, просто потому что на второй стадии забанят уже с гораздо большей вероятностью то, что ты хочешь взять. Очень крутая связка под антимага, да. Если эта связка работает, если ставится суперновый и сверху суперновый, это все накрывается ультимейт интернета, то ты не можешь драться вообще. Плюс антимаг тебя за это время режет, ты должен бежать от этих жестких дизейблов, которые дают ультимейты, этих двух саппортов. Поэтому здесь нужно играть на темп CDC, потому что в лейте им будет очень трудно против этих героев, против антимага. Пока очень круто пик Вичи выглядит, да и по лайну будет смотреться, я думаю, довольно-таки неплохо. А ШД под Мирану дефолт такой? Да, будут играть в аркаду, будут играть на убийство, будут играть на эту тотальную доминацию на старте, на лайнах, чтобы загнобить этих всех героев, чтобы антимаг себя не очень комфортно чувствовал. И опять же, Шадоу Демон, он и под Мирану хорошо заходит, и против антимага, в принципе, он смотрится очень круто, если ультимейтом в него в драки нормально вложиться, потому что он будет... Антимаг очень быстрый герой за счет артефактов и сам по себе, но Пурш ему не дает нормально двигаться. И плюс ко всему сейв есть, если твой кор встрянет под эти заклинания от Феникса и Trend Protector, то можно всегда его будет подсейвить, да, чтобы не было вот этого длительного стана, там, от той же самой суперновой или от корней Трента. Так, ждем. ШД, он всегда силен. ШД, наверное, такой один из самых импактовых саппортов, учитывая то, что Soul Catcher всегда фиксированный дэмэдж наносит, то, что есть очищение такое очень сильное, и сейв, соответственно, герой, который всегда, в принципе, рейтился, но и с комбинацией его еще приятнее как-то использовать. Тут даже не только в стреле Мирана дело, еще и можно под копье Марса это все дело хорошо стакнуть. Ну и да, я как-то сказал, что вот такие контроли через БКБ очень неприятные, как контроль Трента и Феникса. Их хотелось бы поддоджить по возможности. Интересно, какой кор появится для CDC? Потому что Трэрблэйд в бане, вот что-то темповое хочется. Нага в бане, Войд в бане, Лансер в бане. Это все герои, которые могут разговаривать с антимагом. Какой-то Сларк может появиться, опять же, на темп, да? Быстренько выйти под него. Либо, может быть, Луна какая-то появится под Шаду Демона. Опять же, старая добрая связка. Неплохо смотрится. Дум. Ой. Вич и гейминг просто. Однокнопочные персонажи. Однокнопочные персонажи. Но насколько они сильные? Ну, а это кулдауны большие. Это большие кулдауны, но... Антимагу плевать. Они будут делать драку. Антимаг будет в этих драках комфортно себя чувствовать под эти ультимейты. Они будут выигрывать драку, забирать обжектив. Выигрывать драку, забирать обжектив. А против антимага пока ничего нет, что его здесь останавливает. Он всех этих героев просто вырежет с карты, когда полноценно расфармится. Да, поэтому ловить антимагу очень нужно. Темпларка. Темп. Интересно. Знаешь, вот баны здесь действительно уже очень многих героев первой позиции закрыли. Такое ощущение, что тут, ну, очень не дефолтно собираются CDC брать, раз они решили напоследок это все оставить. То есть у них действительно что-то такое очень труднопредсказуемое будет. Возможно, даже это вообще не лейт. И вот действительно хотят бороться с антимагом не на его поле, а вот против какого-нибудь более темпового пика, который должен будет быстрее закрывать. Убрали вайпера. Очень удивительно, что этот герой, как вайпер, на шестой бан отлетает у нас. На всякий случай. Урсу. Кстати. Это опять либо морф, либо, мне кажется, кто-то темповый. Тут квапы в бане нет. Квапы нет. И квапа, и вайпер, как раз эти герои, которые во вчерашней серии у нас отлетали постоянно, они здесь, ну здесь, знаешь, как мы любим говорить, турнир, он делится на три стадии по драфтам. Он делится на групповую стадию, где плюс-минус все команды к другу принюхиваются и смотрят вообще, что кто подготовил и кто с чем пришел. Стадия плей-оффа — это ворованные стратегии у друг друга, но более грейдженные, да, и ты самые сильные выделяешь из всех вот этих домашних заготовок. И третий этап — это гранд-финал. Это где-то самое прям жесткое то, что может быть. И там баны, они вообще нелогичные. Эти баны, они исключительно готовятся против сильных и сигнатурных персонажей своего оппонента, именно в Best of 5. Последний бан остался от Вичи. Посмотрим, что они закроют. Мне даже варианты заканчивают. Действительно, наверное, только Сларк какой-нибудь под банить осталось. Так, хотелось бы, наверное, сейчас пока есть такая возможность оценить коэффициенты. И здесь 1.65 на Вичи Гейминг и 2.15 на CDC. Ну, здесь понятно, что уже импакт с первой карты есть, он заметен. И поэтому такой уже перевес имеется. В принципе, не сильно поменялись они. Было, я помню, 1.75 на 2.01. Ну, чуть-чуть, да, укрепло. За то, что Вичи Гейминг получше играли, Луну забанили. Вот я бы, Луна могла бы зайти, опять же, это очень темповый персонаж. Мне кажется, если бы они хотели Луну, они бы взяли ее раньше все-таки. Без Томбларки жить можно, а от ШД Луна слишком сильная связка, чтобы прям так отдавать. Кто заедет? Морф остался, Сларк остался. Им нужно, им нужен какой-то такой парень. Ну, Сларк против антимага не знаю, если честно. А, волк, 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 волчонок-то. Ммм, про волк в Китае что-то вообще забыли, кстати? Из-за доминатора фикшенова. Но с волком можно попытаться. Но Некрономикон все равно с ним сильный достаточно. Некросильный остались. Лундруида какого-то можно, опять же, использовать. Так вот сейчас увидим. Вивер. Не знаю. Мне не нравится вообще Вивер. Мне тоже. Он очень тонкий. Страдает от Дума, страдает от Рента, страдает от Феникса. Ему в первую очередь всегда нужен будет сейв. А если его будет сейвить ШД, то, получается, все остальные просто, ну, жить как хотите. Мне не нравятся персонажи, то есть мне нравятся стратегии, где у тебя нету прям вот хорошего, мощного танка. Нет, он есть, это Марс, но все равно. Ну, мы помним этих Марсов, которые собирают там, Дезолятор, там что-нибудь такого плана. Не на команду, в общем, собираются. Хочется, чтобы твой либо первая, либо вторая позиция, она такая более выживаемая была бы. Темпларка не живет. А тут просто четыре силовика, четыре силовика. Насколько они мощные, они все армированные. Феникса трудно пробить. Тренд под Ливинг Армором, да, опять же, он этот Ливинг Армор может в кого угодно раскидывать. Дум тоже рано или поздно будет супер жирным, потому что это будет третья позиция. Иори, Драгонайт, это Драгонайт, да, со своей пассивкой. И все это под антимага. Очень крутые комбинации у тебя. Ну, снизу хороший такой сбалансированный пик, да, с большими кулдаунами, но лоб-в-лоб CDC против низа вообще драться не могут. Им нужно пытаться вот максимально выиграть лайны и за счет шмоток лов-в-лов там и просто жесткого перефарма давить, прижимать вичи-гейминг. Если у них это не получится, мне кажется, здесь им очень трудно будет где-то в мид-гейме, в таком перетекающем в лейт-гейме. Потому что пик, ну, он реально очень толстый у вича. Прям супер толстый. Поэтому будем надеяться на темп от CDC и от жесткой доминации. В Лейзи действительно они вообще уже ничего этому пику не сделают. Ну что ж, Амми? Нету сильных ультимейтов еще у CDC. Ультимейт Марса, ну, один на всю команду. Против тебя просто дичь какая-то из ультимейтов Doom, Трент и Феникс. Как это тормозить, неизвестно. Ну, Амми будет играть на Вивере. Я помню пару каточков от него на Вивере, не знаю, трудно сказать. Как-то Вивер, он немного подвыпал из мета как кор, наверное, еще с тех пор, когда у него был талант на монобрейк на 10-м левеле, который подвинули на 15-й. И быстро появлялся этот талант раньше, и ты покупал еще диффузы. У тебя много дэмэджа просто снизу было. Очень много дэмэджа было. Как антимаг считай, бил только на живой? Ну, тут оно. И теперь, когда он подвинулся на 15-й, уже и диффузаи стали не так актуальны. И пока ты доживешь до этого 15-го, уже, в принципе, не так ощущаться, это дэмэдж будет. И, наверное, с тех пор он стал как-то эпизодически заезжать, даже чаще на какую-то третью или четвертую позицию, даже пятую иногда, нежели чем на кора. Но вот иногда есть отдельные исполнители, которые на него покатывают. И вот Вивер — это один из них от антимага. Я не знаю. Я, наверное, при фаерме здесь поставлю на Вичи Гейминг то, что они эту карту должны будут забирать. Потому что, во-первых, они играют аккуратно сейчас всем в этом финале. Никто не пытается куда-то вперед бежать, там, ошибаться, фидить, рисковать и так далее. Вот. Плюс ко всему Ами, он любит подфармить. Соответственно, если он будет фармить, то с противоположной стороны будет антимаг фармить. А антимаг, как бы, как мы уже сказали, он здесь всех убивает. И если этот фарм будет продолжаться, то, соответственно, игра затянется до какой-то стадии, где антимаг уже реально будет силен и будут сильны вот эти ультимейты. Поэтому вот именно из всех этих дано я, наверное, на Вичи Гейминг поставлю. Потому что эта игра прям супер рано не закончится, хотя может. Все зависит от того же XM, опять же. Если у него игра, в общем, будет здоровская, на миде он может реально доминировать. А мне вспоминаются те времена, когда Орием от Мажора как раз-таки выигрывал с этим Драгонайтом Медовым. Но тогда ДК был немного другой, немного более метовой. Ну и сейчас тоже заезжает, в принципе, вот как-то. Подпропали какое-то время, но теперь снова возвращаются и ДК Медовые, и Кунки Медовые. Мы их видим периодически. Тут может оказаться файт прям 5 на 5 при неудачном раскладе событий. Тут продвигается Вичи Гейминг в сторону нижней половины карты. И тут действительно будет месиво за рано. И причем месиво-то может быть удачным от CDC, потому что у них стрела с Астралом уже готова. И причем Астрал тоже ШД вкачал, то есть он без яда будет на линии играть. И сейчас будут пытаться поймать. Там все безарморные, Феникс, Дум, там 2 армора у них за колечко. Да. Так, Рунку забирает Ами, хорошо, но Янга убить не получилось. Левинармор вкачал Дивай для этого. Ну, очень зря на самом деле. Потому что он на лайне сейчас из-за Нетерс Грэпса мог бы получше. Ну, то же самое касается ШД, он бы с Ядом тоже поприять не постоял бы. Я так понимаю, это трипла. И телепорты даже не планируются. Антимага просто против Марса сейчас оставит. Антимаг очень круто. Смотри, как через 2 колечка будет играть. Ну, и сразу же выходить кольцо Регена. То есть ему не будет очень страшен этот Харас от Марса, который не такой уж и сильный поначалу. Он качал тут пока что щит, подал был чуть-чуть этим щитом. Но, кстати, вот у Дивай уже проблемы, он будет погибать. Эдфраг. Эдфраг от Вивера. Действительно, будут пытаться таким образом выигрывать именно линии. И с Ленин, кстати, пытаться сноубол какой-то навязывать CD-C. Но Вивер очень сильно просил по хпф. Ласка у них имеется у ШД. Наверное, надо ее дать сейчас попить. Суму тиммейт. Ну, я думаю, сейчас на танго пока поживут. Пока безопасное время, пока никто на тебя не нападает. Просто на танго. Нужно тут выходить сейчас. Забирает отлично. Здесь Шакучи. Веру какая-то странная Джеймса залетела. Что-то рановато на кинул, да? Да, дома. Бывает. Я как-то видела стабильно такую ситуацию, когда по стрелу давался либо такой вот Астрал странный, либо наоборот, стрела летела, когда Астрал там был уже дан. Но слишком ранее. И видно было, что Камбу не тренировали. Но здесь это так, просто случайность пока, скорее всего. Ну и все, да, до Вандерла. Сяжка на топ. Марсу уже практически все маны выжгли. Он тут манга даже уже выжирает, чтобы просто нанести ГЁЦ Ребюк, чтобы добить каких-то крипов и антимага. От этого фарма отодвинуть. Ну, антимага стартовый, неплохой фарм. Опять же, если сейчас он возьмет третье себе кольцо большое, там Эреген у него будет под десятку. И его отсюда просто не выгнать. Он будет еще на халяву выфармливать леса. Если даже у него будут какие-то проблемы. Поэтому все неплохо. Здесь у Вичи Гейминг. Они даже по золоту уже как-то потихонечку ведут. ДК. Очень круто здесь фармить на миле. Почему у Ами так мало крипов? У Ами? Да, вот вижу 12 у антимага против 5 у Вивера. Что-то он как-то плохо добивает. Почему так мало крипов в Бларке? Вижу, почему так мало. И вопрос переденаевает. Да и у Дума какой ром-то дикий. На самом деле у Вивера тоже 65. А что XM так плохо крипов добивает? Это что, так огнем? У XM вопрос, да. Не знаю, что там происходит. Но его прям Ории на лайне переигрывают. 14 на 5 против 8 на 4. Ну, очень круто. Драгонайте здесь уже не забрать. Все, он вторую пассивку взял. Этими героями нужно троем приходить. Нужно Шадоу Демон, Мирана и, соответственно, Тепларка еще, который на меди будет, чтобы забрать этого Драгонайта. Потому что по-другому никак. Он сейчас 2 Брайсера себе приносит. У него там к пятому левелу в районе там 1200-1250 хп. Какие-то стики еще там себе нанесет. И все. Этого парня здесь просто не пробить. Он будет себя суперкомфортно чувствовать. Так, СРФ. Хотел, хотел забайтить на стрелу, чтобы попался папарацци. Но все равно папарацци смог ее задоджить. И вот, да, с колечками он уже 12 регенов в секунду имеет. Вообще плевать ему на любые тычки, которые по нему пытается СРФ делать. Он просто перехиливает все и вся. Вот. И Бивай страдает, на самом деле, когда Вивер дает по нему джиминейт атак. И попытка будет Янга, наверное, как-то прибрать. На нем 5 стаков яда висит. Он стики прожимает. Вот стики работают очень хорошо, дает ему возможность выжить. А вот в ответочку сгорит Дивай. И тут, на самом деле, еще проблемы могут быть у Вивера, потому что у него только-только мана сейчас появился для Шикучи. Ну, или инкармор моментальный. Ну, он еще Дентанго ест, у него еще пачка закупленная имеется. Сейчас еще борьба за рунку будет. Дивай пришел, Джеймс. Хорошо, там броли здесь. Да, будут отбирать пытаться, но рунка внизу заспамнилась. И Декану успевать за ней побежать. Третий Дрэгонблот. 14 армора, 2 брейсера, фэрифайр. Жесткий парень. Ну и трипла. Трипла опять снизу. Сейчас будет попытка напасть, да. Янга должны тут забирать. Феникс, может быть, прикроет его. Не успевает это сделать, но Янга должны туда по-хорошему забирать. Да, должны забирать, забирают. Дивай подходит немного поздновато. Ливинармором. И Ливинармором. И Ливинармором тоже здесь набирает. Это очень хороший размен. Что-то как тут все наперекосяк идет в CDC. Все начинается очень круто и заканчивается все время. Он летает, как же промазал просто вплотную этим эру. Должен был Фениксу сбивать, но все равно убили его здесь. Не знаю, этот эру куда-то вообще улетел. Но погибший Ами это провал, конечно, пока что. Ну и надо боевать за баунтирунки. У нас что наверху, что внизу, нужно побегать за ними. Папарацци, в принципе, обе можно забрать наверху. За блинком со своим. Я сразу же не пытаюсь бегать. Смотри просто на Крепстат. Он еще плюс ко всему умирает. 8 на 2. Это что? Почему? Вы просто не добиваются, да. И по Нетверсу разница уже очень существенная. У антимага с вивером нарисовалась. И видим то, что и ДК очень хорошо вырвался так вот вперед. Ну, на миде конкретно относительно Томбларки отставание не такое уж и большое у последней. И Ксэмчик только 200 золота потерял. Ну, возможно, здесь как-то еще получится. Ой, точно. Не знаю даже, что хотел конкретно здесь делать Джеймс. Но стрела промазала. И мимо тележки, и мимо Ори. Они Ори не пробьют ни при каких условиях. Ори не-не-не. Тут Зеймс просто по стиле Тексту пришел или что? Куда-то? Куда Теру вылетают просто. Не, мне кажется, он тележку хочет забрать, но второй раз не попал. Второй раз не попал. Феникс вплотную не попал. Ладно. Бывает. Ничего страшного. Это нервы, какие-то микро-моменты. Не попался, а еще раз попадет в более крутую стрелу. Мы все будем освещаться. Стикеты летают от Драгонайта. Опять же. Теперь еще труднее это все сделать. Ого. Да. Шестой левел. Тысяча сто двадцать хп у него. Тут еще и Шаман. У нас может сострелять на самом деле. Все нормально вроде. Выгоняют у нас Темпларку в лес. По-хорошему здесь просто трипла на этом миде. Дум стоит соло, дает ему хп против Вивера, потому что Вивера уже реально некомфортно себя чувствует постоянно. Ему там какие-то Инфернал Блейды влетает и у него очень много здоровья теряется. У него Оригена плюс ко всему нет. Курьер там должен лететь, потому что без Оригена здесь трудно будет стоять. И Дум при получении 6 уровня будет в страхе держать этого Вивера на лайне, потому что... Подойти к нему нельзя будет, да. Он убьет сферу же Дума. И подхиливается сам Янг за счет Трента. Трент просто весь свой Левинармор на него спускает. И это, видимо, работает. Это работает очень хорошо. И еще притягиваются снова у нас триплы вниз. Будут драться, пока подхиливают Думу еще сверху флаской, которую принес ему пиваев. И что теперь будет у нас оттака на кого? На ШД, наверное, он тут подставляется немного. Левианы есть. Замедление имеется. Сам Янг получил стан и пока что еще постоял в стане, но не сильно ему страшно, конечно. Тогда посмотрим, что по кафчикам. 2.30 на CDC против 1.58 на Витчи Гейминг. Париматч предлагает. Ну, да, видимо, тут нет еще условий, из-за которых стоит еще больше повышать. То, что на CDC здесь находится. Ну, пока там в целом путем все более-менее у Томп Ларки. Несмотря на очень неудачный мид, она с деньгами там еще более-менее как-то фармит. А вот Виверу надо что-то предлагать. 1200 разница. Это еще и БФ нет. Когда БФ появится, антимаг в разы будет быстрее фармить, чем Вивер. И Вивер, он просто не имеет таких механика, чтобы как-то ускорить свою фарм. Очень крутая задумка от Витчи Гейминг, то, что они вот реплой встали и постоянно этого Вивера напрягают. Потому что Дум, он реально сейчас 6 уровень получает. Буквально 2 крипа после этой пачки у него будет 6. И все. Ну, Вивер сюда на этот клей не приходит. Да, Ори, причем, смещается еще опять же тоже сюда, чтобы поддавить этот тавер, чтобы занять сейчас больше территории, чтобы больше напрягать этого Вивера, чтобы отжать его от фарма. А Вивер, да, вот ему единственное решение, которое он может сейчас сделать, это перетянуться, ставить против антимага, а Марса большого уровня отправить, как раз-таки вот туда сражаться, на этот репл-лайн под какую-то арену. Потому что сейчас пробить реально очень трудно уже героев Витчи Гейминг. Напомню, они все силовые. Они все силовые, у них изначально очень много ХП. Даже у того же самого Феникса, который без шмоток бегает, у них 1000 ХП. Нападение. Пэтка забрать здесь шаду демона. Марс туда телепортируется. Да, скорее всего, будет арена ставиться. Нет, отменил этот телепорт, потому что мог, на самом деле. Несколько вставить. Тауэр падает. Очень круто сейчас действует Витчи Гейминг. Тысячу золота ведут. Девятая минута подходит к концу. И все круто. Антимаг фармит. Антимаг имеет уже Power Threads, эти три колечка. Ну и да, выход в Battle Fury будет. Его здесь очень трудно тормозить. На него какой-то выход нужно сделать. Вот сейчас может быть под Марса, под его арену. Копье хорошее залетает, но вряд ли они его здесь заберут. А Тауэр не полезет. Да, там Тауэр еще просто дополнительный армор дает. Дополнительный реген дает. Плюс единичку. Тоже может помочь. У меня и так столько регена, что это единичка. Еще учитывая ее. Так, ну что, Эврус пока что тут отошел в лесочек. Легкий спот пофармить. ССРФ его здесь пытается как бы искать. Он мучает его копьями, но видим, что действительно большой реген. Пока антимага вообще не дает никаких поводов для волнения. И с ПДшкой можно и в лесу пофармить. Чем круто то, что сейчас забрали CDC, Тауэр снизу. Потому что антимаг сейчас выфармит свой лес, стянется на треугольник, подфармит его. И будет фармить вот эту всю зону. Свой треугольник и вражеские леса. Опять же, он будет фармить всю эту зону. Ее хорошо сейчас обвардили. Да, Вичи Гейминг. Там будет какой-то герой тусить, суппорт, который будет там девардить и расставлять варды. И просто торговать своим лицом, чтобы антимаг просто там фармил. Да, там тоже заберут Тауэр сверху у CDC. Но из-за такого крутого старта у антимага у него появится ранний этот баттлфьюри. Ой, не дошел чуть-чуть. Ранний баттлфьюри. И он будет реально очень жестко перефармливать. На Творце переключится. Вообще, посмотрите, как у антимага дела. 4500 у него против 2700 у вивера. Так как же плохо у него дела. Да, это еще БФ нет. Да, трендпротектор здесь просто по лесам, по полям сваливает. И вот здесь реально не могут запонуть. Нет возможности деревья поломать. Там уже, я так вижу, судя по этой выжженной поляне арены ставилось, чтобы сломать. Очень много спейса. Очень много спейса делают сейчас игроки команды Вичи Гейминг. Ну, антимаг в шоколаде. То есть это самое главное, что для них важно. То, что антимаг просто в шоколаде. И что бы там ни происходило на других линиях. Но учитывая тоже, что еще Вичи Гейминг не умирают и фармят. То они действительно в плюсе. Но вот сейчас вот не умирает и фармит еще и Тэмпларка. Может она как-то поспособствует какому-то легкому хотя бы сноуболу. Она должна это делать. У нее в принципе сейчас даггер будет и только потом дезолятор. Но даггер уже почти имеется. Даггер нужен, чтобы темп дать. Как раз таки за счет этого даггера можно там под какие-то станы, под того же самого Марса забирать будет суппортов. И от этого отталкиваться опять же. Можно этого антимага пытаться давить. Забирать тир-1 товара. Но не дают это делать Вичи Гейминг. Опять же есть тренд, который товара лечит. Феникс тот же самый не дает нормально пропушить своими спиритами. Постоянно их кидает. Это идет максимальный отпуш и все плохо. Ори снизу. На него три героя сейчас будут выходить. И сразу до телепорта полетело. Вообще ему плевать, он даже крипа просто урсу бьет. Да как его убить? Опять же я говорю, телепорт. Сейчас какой-нибудь Феникс прилетел бы. На нее все потратили. Феникс прилетел бы, поставил бы яйцо. И там по-любому размен произошел бы. Забрали бы Феникса и в ответку там Драгонайт кого-то убил. Был бы в плюс к себе. Тренд сверху. Тауру вообще полностью почти вылечил. Не дает вообще никаких возможностей задавить. Ультимейт от Мираны. Сейчас может быть какой-то выход будет. Но прекрасно я это понимаю. Твичи Гейминг хороший. Их там Вижен, по-моему, стоял. И они сами себе видели. И выход на Ори. Ори здесь на самом деле опасно. Опасно, опасно, опасно. Наглый, наглый. Телепорт уже потраченный. Потраченный телепорт от Феникса. Потраченный телепорт, по-моему, от... Пробью три вопрос. Форму ДК прожимает. Армор фронта. Две секунды. Одна. На него накидывать. Армор. Нет. Даже не стал жать. Ну, загулял. Забрали. Фраг Кору не получилось отдать. Забрал по итогу ШД. Ну, ладно. Так получается. 400 золота суммарно заработали. Довольно круто получилось. Жалко, что очень трудно пушить, конечно. То, что ты заходишь, не добиваешь Тавар. Сразу же выхилит тренд. А просто взять, зайти и забрать у них нет пока что возможности. Потому что пока еще так никто не пушит. Но это благо с Дезолятором потом разберется, по идее. У нее вот блинк уже есть. Она пока что быстренько себе пытается дофармить Дезоль. В целом, действительно быстренько получается. Сейчас стакнется, а ищентов еще пофармит. Я говорю, от Тэмпларки. Вот единственное спасение здесь Тэмпларка будет при таком старте. Опять же, да. Первая позиция по ней порсона. Может повлиять хоть на что-то. По этой Дезоль можно начать убивать. Пока ждут. Ждут Тэмпларку. Ждут ее выхода. Ждут пока она начнет делать хоть что-то. Потому что Вивер... СРФ нашли на самом деле. Вот Антима хотел бы подключиться к файту. Это очень хороший килл будет. Да, это жирненький килл такой, сочненький. И для папарацци. Он с ульты просто должен забирать еще. И мы сейчас отдадут. Да. Ну, это нужно. Ничего страшного, что ты ультимейт тратишь. Именно что ты... Сразу минуту будешь еще фармить. Какая разница? Да-да-да. Что ты 300 золота ты тебе зарабатываешь, они тебя ускоряют к приближению к Баттлфюри. И Баттлфюри готово. После этого крипа мы уже несем в себя Клеймор. Все, теперь отрыв будет увеличиваться относительно Аме, который не сказать, что прям сильно раскрутился за то время, которое его не трогали. И он даже от темпларки своей, собственно, остает практически в два раза. Очень-очень ужасная ситуация для Аме. Я уж не знаю, как у нее так сложилось, но Вивер от него пока ноль импакта имеет. Посмотрим, что он будет делать с Линкенсферой. Решил именно с нее начать, вероятно, против Дума именно, играя. Ну, а антимаг, как обычно, в принципе. Сколько вот он антимаг играет, никогда радикально на него билд и не менялся. Стаки делают хорошие. Постоянно где-то пробегает в своем лесу, на своем треугольнике там всегда либо дабл какой-то на иншентах и так далее. Да, Вивер там забирает у нас сверху тренд протектора. Наконец-то его здесь поймали толпой. Но это опять же, это минорный фраг. Это тренд... Кто он там? Тренд пятерка. Пятая позиция тренд. Ничего страшного, что ее заберут. Тауэр вот этот фуловый, который он здесь стоял просто на протяжении минут пяти, наверное, просто он его вылечивал. Он сейчас дает опять же space для Вичи Гейминг. Сейчас его этот... Тауэр можно и не забрать случайно. Летят сюда. Феникс, опасно. Забирает Эксем, последняя птичка. Правда, под птичками ее делает. А-ха, из-за этого не смог добить Тауэр. Бывает. Бывает, неприятно. Так, ПВВ сейчас будет пытаться убежать от Ами. И, кстати, Ами сам ушел. Ами сам ушел. ПВВ, да, просто свалил отсюда. Так, ну и что тут? На Сори варенье оказывается. Кстати, очень лоу хп. Он должен погибать. Левинар Мармор на нем висел, но это не помогло никак. Так, ну что тут Тауэр это? Он хочет Алибарду делать. У него блинг есть. Тауэр конкретно немного так вот ситуацию эту усложняет. Но в целом тоже нетуэрс у него приличный. Все хорошо пока еще. Антимаг самое главное, что бустится просто невероятно. У него уже почти Яша есть. По деньгам. Янг еще и Мармор на всякий случай дает, которого с Огрос Единого подобрал. Попытка сейчас поймать будет папарацци здесь. На самом деле выход. И выход вот такой вот ловит. Он неудачный год с Ребук. Ну просто надо отойти отсюда. Сейчас Вичи Гейминг. Сейчас, наверное, катапуль снизу папарацци добьет. И дальше, наверное, и вот эту пачечку. Пачечку еще, конечно же. Она уже в упоре к тебе. Пока фармящие доты. Ну, опять аккуратно. О чем была речь? Что просто не в этой серии люди будут фармить до последнего. И драться где-то там на вторых-третьих Рошанах. Эта игра будет всегда заканчиваться. Ну вот, пока у нас Дезолятор появился у Тембларки, это значит, что Тембларки должны идти воевать. И она хочет воевать с Рошаном в первую очередь. То есть здесь Рошан будет соло от нее забираться. В целом это возможно. Хотелось бы больше рунку дабл дэмэджа или какой-то еще бафчик. Но она в целом с Молдом и так справляется. Какой сткан идеальный просто моментально залетел. Вивер там в спину сейчас будет у нас привоевать. И там стан может залететь. На самом деле неплохой. Ловит его здесь. Так, там еще с другой стороны успели собрать ЖД. И это сделал именно папарацци. Думан Мирану. Папарацци очень активно играет, на самом деле. Видимо, что он вообще не скупится участвовать во фрагах. Так, и тут получается пригвоздить его СРФу. Это немного задерживает историю. И Джеймс. Джеймс никуда не уйдет. Последняя тычка от папарацци погибает. Но погибает в размен этого еще и тренд протектора. Так что тут разменчик по саппортам получился. Но все равно не в пользу команды CDC, потому что они двоих потеряли. Ну и антимаг заработал 487. Он вынес с этого файта за два фрага, которые вот он совершил. СРФ далеко пошел. СРФ куда я не знаю, он не ковался вообще, зачем он это делал. Но его тут будут забирать. Лазару просто здесь уже не отпустят до СРФ. Процент с Инфернал Блейда. Процент с Сан Рей. Там без разницы сколько тех хп. Тебе в процентах это все выжигает хоть миллионами. Вичи гейминг повели чуть-чуть по золоту. И антимаг не умирает, в драках участвует, самое главное. И зарабатывает еще на этом. У него монта уже почти есть. Я так понимаю, рецепт у него уже закуплен. И он уже 1600 имеет почти готовый ультимейтор. Ну-ка теперь посмотрим, что там у нас по кэфчикам. А здесь уже 3.30 на CDC и 1.30 на Вичи гейминг. Приматч предлагает. На самом деле это понятная ситуация, учитывая то, насколько здесь может в любой момент ситуация перевернуться на какой-нибудь очень странной ошибке, так скажем. Или серии ошибок. То тут действительно может какое-то чудо случиться, если здесь внезапно обретут богатого для себя вивера. Но пока такого здесь нет. И приматч, ребят, предлагает вам бонусы на баннере подросляться. Кликайте, смотрите. И все-таки опять вторая попытка на Рошан пойти. Ну пока ультимейты в кулдауне. Пока Дум в кулдауне суперновый. В кулдауне сейчас, конечно, ультимейт Таранта откроется. Но Рошан сейчас упадет уже. И упадет довольно-таки быстро. Все, он упал. Да, задавить не успеют. Ну вот как раз здесь большие кулдауны сыграли против Вичи Гейминга в этой ситуации. И Марс пошел врываться. Опять он ворвался как-то в помойку. Как в прошлый раз это было. Сейчас под сейф как бы есть. Прям протектор дает ульту. Но сметают Дума. Просто сметают. Дума тоже был неправ. Вот так вот далеко выходя. А антимаг там кого-то в спине хотелось забрать. Но не получилось это сделать. Тут не нужно сейчас просто навязывать драки. Во-первых, ты против Айгаса дерешься. Это раз. Не знаю, зачем ты это делаешь. Во-вторых, тебе нужно комбинировать. Тебе нужно не драться без своих ультимейтов. Все. Что тебе нужно делать? Просто ставишь супернову. Поверх накрываешь. Это все овергроу. И Дум, кого-то кидаешь полезного. ХМ. Вольно ХМу. Ну, у него Айгас есть. Он, в принципе, готов погибнуть. Этимагу видит, по-моему. Я здесь не отвижена. Хорошие варды стоят у Вичи Гейминг. Особенно вот этот вардик, который позволяет вообще видеть все. Жири антимага. Жири антимага. Он тебе выиграет игру. У Линкин Сфера, у Вивера. Опять же, какой-то на будущее. Ну, это, во-первых, против Дума, да, в первую очередь. Но и против Бизл Блейда, да, которая у антимага рано и поздно появится. Это тоже очень и очень хорошо. Ой-ей-ей. Папарацци. Может, на самом деле, встрять. Двадцатая минута. Надо здесь забирать. Что это такое вообще гулять здесь? Так, есть стрела. Папарацци. Его так не забрать. Тут, я думаю, с ШД уже разберется и ПВФ. Да, он разобрался. А дальше... Дальше Бунтосики, который контролит. Правда, Иксэм пока еще последний не забирает, но он заберет. У него Егис, у него в планах БКБ потихонечку. Он тут все это дело его фармливает. Иксэм безумно богат на фоне своих тиммейтов. Ну и потихонечку как-то там Вивер начал подтягиваться, наконец. И у него вот видим то, что Линкин Сфера есть, и дальше он хочет молнии собирать. Он как на топ стянулся, вот тогда вот на той перетяжке. Он все, он фармил, его не трогали, там не убивали и так далее. Его прикрывали тиммейты, и из-за этого у него фарм хоть как-то пошел. Ну и думаю, Ами умеет фармить, да? Не зря он как бы отыграл в одной из лучших китайских команд на протяжении очень долгого времени. Да, он там где-то ошибается в своем личном исполнении. Иногда. Но фармить он всегда умел. Так, а что теперь у нас? 15-й левел Вивер будет, соответственно. Там он возьмет себе талант и посмотрим, что. Сила на самом деле тоже не помешает. Так, антимаг. Он тоже Алибарда будет делать вторым слотом? Интересно. Неплохой, кстати, выбор тоже против того же самого Алибарда. Ну и XM укрыть, и Ами укрыть. То есть это против них двоих хорошо работает. Неплохой выбор. Он такой как бы нестандартный, но все равно Алибарда имеет место быть на любом коде. Опять же, он очень много дает и ХП, и МС, и... Неуязвимость. Периодически. Так. Появляется БКБ для XM. Ситуация несколько легче стала, но от многого в этой игре не спасает здесь БКБ, к сожалению. Так что рашить его. БКБ у Янга появляется. Это самое неприятное. Потому что он может автоприковать хорошо. Он действительно богат. Ему арморчика, конечно, побольше еще. Но пока ходит с этим Айс-армором с Огра, с Единого. Сарафокки хочет ворваться. Там сразу Феникс. Врывается, врывается. Девая только одного подконтролил пока что. Ну а дальше, дальше Девая успеет ли ультануть? Не успевает. Он погибает. Возможно, есть смысл и байбэк, но запопытаться. Спирит Весл висит на ДК. ДК очень больно. ДК может погибнуть. ДК погибает. Но Иксом теряет Аегис. Но это только Аегис лишь. Приходит Папарацци и начинает разбираться. Сараф остался уже без маны. Но он пока что уходит. Бринкаут есть от Иксема. Но неужели никакого размена не последует? Не захотел Матс от Бога. Не трясти время. Не догнал. Ну, Тренд загулял. Хорошо его здесь поймали, разрушили эти елки. Реально подловили. Тренту где-то на даггер скрестит. Да, он как раз таки хочет его собрать. У него в Кейтбайе лежит. Остается половина от этого даггера. Ровно половина. Ну, вот сейчас вот в таких вот моментах, да, вот у него было сейчас 1100. Дайте дофармить Тренту. Вот Феникс, просто возьми там, или не знаю, какой-нибудь там Doom. Ну, купи-то пару там сентрей. Ничего страшного, у тебя по фарму не будет. У тебя девауру есть, да? И так далее. Как бы ты не обанкротишься от этого. Ты там все равно свои артефакты вытащишь. На 30 секунд позже у тебя артефакт появится. Ну, а Тренту нужен вот этот даггер. А ему 200 голды. Это на самом деле очень много, потому что он вообще ничего не фармит. У тебя весь свой лес выфармливается. У тебя негде просто золото брать. Ну, у него капает. Вот реально просто золото капает. Симак уже почти 20. Фига себе, у него левел. Он почти 20 уже берет. Так же, почти 20 уровень. Еще здесь Янгер. Ой, пока Б10 секундная. Прощай. Дивай здесь влетанул, но уже запоздала. Уже ничего не сделаешь. Папарацци еще прилетела. Опасно сюда врываться вообще хоть что-либо делать. Четыре человека из команды CDC. И пятый неподалеку. Эксем тут опасно, на самом деле. И, видимо, убивает хорошо. И сейчас еще плюс-минус Феникс. То есть тут получается навязывать эту агрессию. И пока антимак там дофармливается. Хотя, на самом деле, наверное, еще плюс слот. Вот он с Кадзи решил собирать и будет готов к драке. Напоследок, наверное, останется Супер Башер уже на ласт слот. Ну да, где так будет. О, две алибарды есть в вещах гейминга. Антимак пока не хочет драться. От слова совсем. Единственная проблема, которая у нее здесь будет, это вот этот герой. Это Шадо Демон. Который просто в драке не будет жизни давать. Все скиллы Шадо Демона очень круто смотрятся против антимажники. Прям супер круто. Сейчас на него выход еще идет. Он уйдет, по идее. Он даже заметил. Да, заметил. На контр-спейле он уже даже уходил. На всякий случай. Так, Дум тут нас болонтойсик забирает. Дума. Вот армор ему очень нужен. Он плейтмейл купил. Но я думаю, что в Кирасу это ясное дело будет тапаться. Все его команды Кираса понадобятся. И это... Этимаг без башеры, конечно, не очень круто смотрится. Ну, я не знаю. Вот это как раз есть вопрос к Эвен Скалберту. Я думаю, да. После Скади он будет появляться. Вряд ли там какая-то бабочка заедет. Потому что она здесь не нужна. Потому что появится и у Вивера. МКБ. Вот прям следующим артефактом. Ну и Темпларка, да. Если увидит эту бабочку. Я думаю, тоже. А Ранель поздно соберет что-то полезное. Опять же нападение. Тренд. В Трента попали. Так. Тренд. Погибает. Тренд погибает в размен. Приходит Папарацци снова. Алибарду вешают на ХМ. А ХМ попытается идти немного подальше. Переждать ее. И он переждет Алибарду. Есть арена. Неплохая арена. Пригвоздили еще и Папарацци. Папарацци пытается жить. Отходит назад. Есть яйцо Феникса. Из-под которого все попытаются убежать. Так что выжить-то точно все выживут. А что дальше будет, это уже вопрос. Очень не агрессивно Эврус у нас идет драться. Учитывая то, что у него ХП только половина. И он еще и решил на антимага закуситься. Вивер. Алибарду накинул. Алибарду накинул. Просто отошел. Шадо Демон непонятно зачем байбекнулся. Потому что тут уже надо всем отходить. Да, тут ДК просто заберут. ДК прям умирает. Все-таки получилось СРФ в размен забрать. Альбарду накинулся. Альбарда Магоманы нет. На самом деле на него можно было бы линковаться и убивать его здесь. С Эксему. Драка происходит какая-то непонятная. Еще Феникса здесь забирают. Но пока размены неплохие. Антимагу нужен башер. Он не может никого остановить. Ну, либо Уцкади, да. Ему что-то нужно, что замедляет. Потому что от него все просто убегают на ноге. Он не может бить нормально. Он не может реализовать свою вот эту бешеную скорость атаки. Мы ждем, потому что пока, в принципе, довольно скоро этот Скади появится. У него уже второй есть ультимей торпы. И вот буквально 1200 осталось на поинт-бустер. На самом деле просто за это время, вот сколько там у того же Вивера, да, маны. Если сбить ему там линку, на него прям балинкуешься. Ну, на депларку до Блокенбара можешь поддавить. Почему этот башер-то собирают? Потому что ману, ты очень много маны выжигаешь. И ты герой без маны драться не можешь. Нормально. МКБшка есть. Вот, две МКБшки. МКБшка у темпларки, МКБшка у Вивера. Демиджа много. Демиджа прям реально много. Каладин сорт для антимага. Двадцатка демиджа. Джора 16. Хорошо, тоже полезный для артефакта. Один из лучших, да, ты считай. Как Владимир, наверное. Ему дает. Какой-то встроенный Владимир. Ну и надо бы дождаться все-таки навязывания теперь от самих вич и гейминга. Они здесь играют вторым номером в том плане, что они никогда не инициируют драки. Они все время подставляются вот в те моменты, когда на них прыгает Марс, на них прыгает темпларка. Вот такого плана вещи. И чтобы они здесь не делали, они всегда вот на позиции тех, кто вынужден защищаться. И вот видим то, что опять сейчас драка, которая будет навязываться команда CDC. И опять кто-то в ней может подстрять. Ну и у РБДД еще. Это нужно кому-то отдать, то думу какому-то что ли. Потом и сам захочешь поддержать. Может он просто будет перекладывать, потому что в файте, как у РБДД прям солиднее смотрится. Но отдают. Нужно, Тимакбас самое взял, но вот половин сорт тоже. Татаджор, он круче чем у РБДДДДДДДanto. Все-таки с орбитом, из замедления может быть. Но замедление сейчас, как раз даст скади, который он дособрал. Ну и да. И Биселблейд будет следующим артефактом, потому что надо, надо тормозить тех ребят, которые там Блокенбары себе насобирали. У Марса тоже Блокенбар появится совсем скоро. Томпларк тоже с этим Блокенбаром, хотя уже 8 секундный у нее. Но это неплохо. Мирана. Мирана. Так, Марс. Камбул, камбул, дайте, дайте камбул. Янг умер, так ничего и не нажав. Яйцо работает. Иксэм не попадает под его рейндж. Но заканчивается у него БКБшка и теперь начинает выжигаться мана. Он умрет. Размен хороший получился, но байбэк от Дума был сделан. Но 500 золота, это стриг забранный. Плохая, плохая комбинация. Феникс из-за того, что он уже второго уровня, он боится на самом деле. Ему нужно влететь в центр замеса, чтобы все загрелись на эту чертову Супернова. Ничего страшного, что он умрет. Но все будут очень близко стоять и будут стоять в корнях. А он ставит ее защитно. Защитно ты ставишь первую Супернову. Защитно ты ставишь, когда у тебя нет Трента. А вот когда у тебя есть этот парень, то ты ставишь прям в центр, что это специально байт. Ну никак и не получается разлетиться за стакой. То Янга убьет, он не ультанет. То Трента убьет, он не ультанет. То вот сам Феникс. Пока подбивает Рошана. В центр, чтобы побольше героев подошло. Забейте вы Рошана, господи. Зачем бегать за кем-то? 40 секунд, темпларка не бай-байкается. Без темпларки нету... Дэмэджа. Дэмэджа ноль. Тебе никто не придет воевать. Вот у Марса арена через 8 секунд. И она, кстати, может успеть открутиться. И под эту арену можно выйти 4, 3, 2... Треба на Оре. Самое очень неприятный комбайк будет. Если они сейчас смогут это сделать. Арена. Багаба прижимает. Дум ловит моментальную арену, не успевает поставить. Какой же тайминг сейчас. Не себя поймал, антимакс дабл дэмэджем. Так, забрали там феникса пока что. Пытается Амми здесь немного подгадить со стороны. Оре очень больно оказывается под МКБ. Но погибает еще и шэдоу демон. С ним оказывается сложнее. Его застанили. Просто застанили Амми, законтролили. И он не успеет ли уйти отсюда. Успевает ульту нажать. Это дает ему шанс. И лучше не отвлекаться. Лучше добить Рошан. Там же дэмбларка вернулась в игру. Зачем они столько бегают-то? Почему они все в пятером прям выходят из Рошпита и... Надо отойти. Надо сейчас просто отойти в Вич Гейминг. У них... Дабл дэмэдж добить хотелось бы. У них два ультимейта есть. Просто чуть отходишь и ждешь Феникса. 15 секунд. Хотя с дабл дэмэджем тоже можно забрать. Нормально, нормально. Цирк. Так, есть. Марс врывается. ХМ с Папарацци борется. Но успели силы СМИ и Рошана забрать Аегис. Так что Папарацци здесь в принципе чувствует себя свободно. И погибнет Амбларка второй раз подряд. Просто это опять. Опять смерть. И СРФ погибает второй раз. И Папарацци погибает. Жесть. Вот сейчас наоборот. Здесь не то чтобы камбэк здесь отдали очень сильно. Папарацци не умер. А Аегис на месте. Да. Ну, в принципе, там ни одну секунду не рисковал. Судя по тому, что происходило в этом файте. И у него очень много денег, видимо, сразу появилось. Можно бы широчек покупать. Да. Нет, у Antimax здесь все хорошо. И очень трудно оставить. На 7000 он ведет 24000 по Нетворцу. У него там Пларк 17. Он сейчас всех вырезает. Тоже на Antimax здесь проблем для него в этой игре нет. Опять же, понятное дело, Сол он тут не может. Но при помощи героев, которые есть у него в драфте, Antimax здесь чувствует себя очень, очень комфортно. Так, вверх. У него тут криты будут. Он плохо живет, на самом деле. У него вся надежда на то, что он успеет ульту нажать. На него дум не повесят. Но с думом тоже. На самом деле, плюс большой CDC, то, что они всегда выбирают нужные таргеты, кого вырезать первым. Они вырезают Дума, который подставился в самом начале, вырезают вот там Тред Протектора, который подставился в самом начале. Они-то довольно просто пока еще вырезаются. Дум, кстати, вон с Крэгги Коутом ходит, чтобы арморчик не добавить. Бить нужно здесь суппортов. Так, там опять у нас арена. Там блинг, там та уже. И там блинг. Пошел просто. Сейчас выход на то будет. Я думаю, сейчас пропылесосит еще Тирадентавр. Я думаю, аппарат даже не будет стесняться и может просто выйти и так этот Тирадентавр убить. А нет, решил все-таки лайм подпушить, потому что лайм далеко. И время не надо терять. Вангвард есть у него. До Эйгаса у нас еще там целых две с половиной минуты. Поэтому можно спокойно выйти и прогуляться по верхнему лайну. Так, ну пока Эйгас есть. Мне кажется, здесь можно максимальную агрессию навязать. Антимаг на третий товар пошел, да. Но здесь можно и на рампу попытаться зайти. А почему бы и нет? Не, рампу трудно неким ломать ему просто. Ну его откидают там всякими разными скиллами непонятными. Там он спрячет, какой-то дизрапшен, его будут его иллюзии бить, ману выжигать. А это прям вот супер. Не хочется, что-что. И вот смачок. Но это на самом деле линд смог. Если они здесь сейчас проседают... Они могут забрать тут... Ну что, тут вата одна осталась на самом деле. Там Ори так быстро рассыпается вот этими кбшками. Дивай вынужден потратить ультимейт, чтобы уйти. Все равно не уходит. Но Ори смог отойти. Ори еще и дабл демэдж подобрал. Но без трента будет трудно. Но 40 секунд подождать реально в целом, это ничего такого не отнимает у команды. Вичи Гейминг. Ну не считая того, конечно, что Эйгис уже скоро пропадет. Но может до его реализации дело-то и не будет доходить. Так, 26-й левел антимаг. 23-й темплар, как раз-таки один файт. Такое вот отставание по экспе тоже обрисовал. Поэтому сейчас вот у нас путь к 30-му левелу для антимага. И надо будет теперь ему думать над слотами. Что ему делать, как ему делать. Возможно, придется все-таки по обычной слоты. Ай, папарацци прям в упор в невидимый в ШД врезался. Сразу это понял, но не помогло это ему. Ну и сейчас Эйгис будет потерян. А команда подтягивается. Нет, не будет потерян даже. Ого! Ну, это пызло ему прям. Это что-то подпил сразу идет от Санрея и от Трента. Просто как-то его жестко выхилило. Ману очень много потерял, опять же. То, что делают иллюзии с ним, это выжигает ему ману. У него хоть и полторы тысячи ман, но все равно слишком быстро это делает. Слишком много они выжигают. Поскольку там по 64 за удар. 128, да, две штуки. Ну да, пока он стоит встанет, там секунды 3-4. Ему там почти весь толп ману и выжигают. Так, ну смотрим. Теперь за действиями Вича Гейминга. Смакануться решили, но Эйгис уже будет отсутствовать в этой игре. Там 16 секунд до конца. Ясное дело, что они не успеют. Ну и ману как раз подергейнет антимаг с падения Эйгиса. Но пока он кларетки пьет, на кларетках живет. Байтить на себя больше. Нашли. Баймали? Нашли, да. И избили. Эйгис как раз пропал. Байбек есть у нас у шаду демона. Не так много ведут Вичи Гейминг на самом деле. Ну, неплохой фарм у Темпларки, неплохой фарм у Вивера, но антимаг пока впереди планеты всей. И вот главное, что скиллы позволяют тебе доминировать очень сильно. Вроде небольшая доминация, но ультимейты Вичи Гейминг, они позволяют... Очень круто себя в драке чувствовать, да? Вообще Папарацци тут уже в соло половину Тавра почти забрал. Приглазили его, правда, к Тавру. Но подхиливать его уже готов. Феникс в случае чего. Джеймса контролит. Янг это делает. Ставится яйцо позади. Поджог есть. И к Сэму очень больно. Как ему тут больно от Папарацци? Он должен умирать. Там еще и Дум сверху на СРФ. СРФ тоже можно забрать. Это два байбэк подряд. Нажатые. Лучше не давить по фонтан. Янг, пожалуйста, развернись. Иди ты назад. Иди назад. Он пытается отойти в нее. Не выйдет. Это сделать. Но Фиданол он сам виноват. Он явно не прав был. Феникс, пожалуйста. Сделай ты разок хоть. Ну, влетит и пивать W туда, внутрь. Чтоб побольше людей цепануть. Чтоб заглязть на твое яйцо. Потому что Тренд прыгает вперед. Цепляет там в корнями всех. А яйцо ставит защитное. И он там шивы никого нормально не прожигает. Не замедляет никого. Поэтому ИВ чуть-чуть не доигрывает в этой комбинации. Да. Мы уже не первый раз замечаем то, что он такой стеснительный. На четверке. То, что он в льту на шейкере стесняется дать. Вот сейчас, да, скромненький. И яйцо такое скромненькое ставит тоже. Не, я не говорю, что это плохо. Вот так вот делать. Так на самом деле нужно делать. Когда ты играешь просто на Фениксе без помощи. Но с Трентом так нельзя играть. С Трентом, наоборот, нужно, чтобы все шли на твое... На твое суперновое. Ой-ой-ой. Шадо Демон еще умирает. Шадо Демон после байбэка. Можно добить превышечку. Просто раз не получилось. Там еще и Репертидзе. Ее зале она подхилялась. Может всю сторону забрать. Но в целом не супер страшно сидеть и сторону потерять. Вопрос только в том, что они могут сделать взамен. Темпларка уже не бьет просто. У нее 5 секунд блокинбара. Вот этот ранний блокинбар, который не был нормально, в принципе, реализован. Они не захватили никакую доминацию. Вот эти 5-секундные, которые сейчас есть у тебя, работают. Так, папарацци выхилит, пытается. Он погибнет. Хорошо. Феникс не улетел, врезался здесь в гору. В стенку. Бывает, бывает. Ужас. Хорошо. Тут как-то опять ситуация складывается так, что зафокусит нужного персонажа и убивает. У них ДПС это, в принципе, нормально, если они все вместе навалятся на кого-то одного. И в итоге мы имеем вот этого антимага, у которого нету байбэка, на 90 секунд он еще в таверне посидит. Сейчас посмотрим, что у нее тут по... Сколько не хватало. На полторы тысячи много не хватало. А что он купил? Он кирасу купил. Даже не кирас купил, он купил куски кирасы. Он настолько был уверен, что он бессмертен, что сделал так. Очень смешно будет, если сейчас тронс не стоит. Не, вряд ли это сделают, конечно, по тронтам. И, по-моему, там есть репереркид. Сейчас посмотрим. Да, есть репереркид. Ну, в целом здесь... Нет, у ВИЧ есть. Сейчас я даже припроверю на всякий случай. Да, у них есть. А, нет-нет-нет-нет-нет. Включение так. Подожди-ка у нас тут пока ставится яйцо. Отличный драковый размен может быть. Здесь уже XM забирает, этот второй кор в минус пошел. И SRF. SRF может быть следующим. Если чем, его остановить через БКБ. Нечем. И все остальные улетают. Но нормально, они забрали первую-вторую позицию. Так что здесь все. Поближе яйцо ставится, просто прыгается, сбивается линкенсфера. Они без антимага спокойно драки выигрывают. Templar, кстати, без байбека. Она байбекалась. И поэтому сейчас в ВИЧ гейминг в трон пойдут. Возможно, они это сделают, конечно. Рисковые парни. Там Рошан, кстати, появился. Могут Рошан забрать, могут в Сурон пойти. Но я бы в трон пошел. Потому что без снэпларки в CDC слабые. Супер слабые, у них дэмэджа нет. Антимага уже летит. На нижний ванпост. Я думаю, сейчас он как раз это все подпушит. Ну да, наверху пускай разбираются его тиммейты с Т2-вышкой. Керас как раз прилетит. И под Керасу Довара будут падать еще быстрее. Сейчас красиво сделали. За счет ультимейтов просто все моментально тут подстерли. Так, антимаг у него байбека нет. Самое главное это помнить. Возможно, они сейчас не будут идти никуда, ничего нести. Они дождутся выхода на Рошан какого-нибудь хорошего. На самом деле, сейчас самое время, мне кажется, это делать. 4-5 в Стэмпарке. А Стэмпарк это, в принципе, самое тяжелое, что есть у команды CDC. Феникс угонием. Очень мощный Феникс, на самом деле. Сейчас, пожалуйста, прям в центр. В центр замес. Дай это. Дай нам экшена. Хайлайтик нужен. Хайлайтик. Ну, боятся пока еще. Аккуратненько все-таки решили. Смотри, сколько курьеров полетело на Рошана чекать. Еще один улетел. Не знаю, зачем это, мне кажется, какой-то Бадменер. Или что? Вообще, в чем смысл? Все одно время на Рошана послать. Там, кстати, рефрешер. И мы видели с тобой вчера, по-моему, вчера или позавчера, рефрешер на думе. Вчера, по-моему, он был, да? Да, и он там два дума кинул и груз засолил просто. Нет, это был композер. Да, вчера это было. Это играли, по-моему, оранжи. Ну, я помню, что это дум был. Я помню, про которого ты конкретно. Там как раз действительно рефрешер игру решил. Но здесь очень сложная ситуация для CDC. Байбэков у них... А, дум от CDC был как раз. Да. И их оружие им сейчас и пользуется. А тут папарацци готовится. Готовится к дальнейшим действиям. На самом деле, ему довольно много не хватает на байбэк. Можно, в принципе, дофармить вот эту тысячу с чем-то, которая ему не достает. Темпларка хочет делать криты, выходит в ДПС. Вивер хочет делать БКБ спустя тысячу лет. Но Виверу, в любом случае, на первую очередь, дума хочется бояться, а не... Ну, кидаешь два дума. Один в темпларку, у которого нет никакого подсейва. Пусть там бегает в этом думе. Второй дум Вивера. Два очень тонких кора. Марс очень хорошо. Марс хорошо делает. С этим копьем постоянно к Тауру пристегивает этого антимага. Для этого получилось один раз убить этот прошлый. Ну и смачок. Я думаю, прямо сейчас на базе будет нападать. Крипов подвести хотелось бы просто. Нет вообще рядом с Кайграундом никаких крипов. Крипскип быть тоже вполне реальным. Поэтому надо как-то вот это все протолкать. Они пытаются две линии одновременно толкать. Но в целом должно получиться. Пока ждут, когда кто-нибудь выйдет зафармить эту пачку. Вот, папарацци сдеваем. Никто этого не хочет делать. Аммиг пробегает мимо. Ничего не происходит. Но пока не реализует Аегис и ССР. Я думаю, что здесь, в принципе, нужно так оставаться. Байбек просто практически ни у кого нет. У антимага есть байбек. Дай у Драгонайта. Если кого-то убивают, тут игра автоматически. Она как бы заканчивается. Тут либо кто-то на таймере сидит на байбеках. Либо денежки. Так, вот и люди опять от антимага появляются. Стрела у антимага появляется. Пригвоздили его. И Аегис будет убиваться. Очень быстро. Ну, а теперь он выстает из мертвых. Ему на самом деле тоже, знаешь, чего-то типа БКБ не хватает. Его такой вот фигней убивают. Вот это копье, дизрапшн, это все. То есть БКБ здесь реально все позадолжило. Он кидает саллкетчер. Минус 35% здоровья, минус треть просто сразу. И копье. Его там металли стирает. Можно было ворваться на самом деле. Не надо. Феникс просто, он как бы пытается этим сандреем выхилить. Но ему нужно просто было влететь. Он просто влетаешь, ставишь ультимейт. И фокус с антимага падает на суперновую. И туда тренд сверху влетает. И антимага никто не бьет. Антимаг сам там всех бьет уже. Дум еще влетает. Все в думе там находятся. В общем, это попытка вылечить антимага, когда там пларка там бьет по чуть ли не полторы тысячи сурки. А ты пытаешься там вылечить антимагу там по сколько там, по 70 хп в секунду. Ну как-то это не особо работает, правильно? Ну и ждем. Теперь уже я не знаю чего, потому что без Айгиса как-то уже немного страшновато идти, но на рампу заходить надо. Репейр-кит тут уже, наверное, потрачен весь. Не знаю, как бы посмотреть. С мака вышли. Начинается просто бесконечное стояние, вот эта вот аккуратность, китайская великая. Сейчас можно так и следующего Рошан дождаться. Дождутся. И новых слотов еще на всех персонажах. Так, что у нас ДК вообще? ДК там же Блаторт забирал, а только сейчас и собрал. Ну, Блаторт будет. Кстати, выход на антимагу. Ну, такой тут уже вся команда подошла, так что бояться ему нечего. Бонтосики забирает. Драка рано или поздно будет, и Сиди Сита прекрасно понимает, что им нужно выходить с базы и как-то искать какие-то выходы, ауты. Так, есть Янг, врывается, дает станчик подвоим. Скин Тавра. Янга пригвоздили. Янг теперь будет у нас умирать первой, ничего не нажав. Вот тот, кто попадается первый, он умирает гарантированно. Кого подставлять, вопрос. Антимаг врывается со спины, нормально. Нужно врываться. Опять хилит, хилит, хилит. Ну, около арены стоит СРФа забирают тоже, но это все папарацци здесь, конечно же, с его помощью. Яйца пока не нажимали. В целом, как... Кто-то ПВВ, он еще знает, что делает, он ходу Яйцо сейвит, чтобы антимага подсейвить, если что. Так, пока забирают нас просто Ами с байбека, и в вечность он будет в таверне сидеть. Яйцо здесь, я уже не знаю, зачем кассировалось в пустоту. Видимо, для этого он его сейвил. Просто так, опять же, с сейвового Яйца. Может, было у себя на базиска станут, что там тоже никто не разбит. Он очень много, он может подсейвить кого-то в самый последний момент. Да. Вот убивать. Вот того же самого антимага, да, которого шьют к... Чему угодно, да, он забирает его Яйцо и живет. Так, а тут дальше третья сторона. Тут, на самом деле, учитывая то, что 90 секунд не будет Ами, то можно в трон пойти абсолютно спокойно. Так, XM подсейвили, если его убьют, это будет ГГ. Пригвозди к трону антимага, и все равно XM будет умирать. У него есть байбек, он выкупается. Сейчас попытка номер два от него будет. Пробивает пока что СРФ, и СРФ не держится вообще. И вот теперь придется как-то здесь на парке в одиночку это все дело расконтролить, попытаться. Но она не справится, на самом деле, скорее всего. Еще ее подцепили на стан, на сайленс, вараться. Убить ее будет сложно, даже практически нереально. Но хотя она сейчас тут смогла прожать БКБ, все равно Алибарда там на ней уже висела. И закончился тем, что она ушла на базу. Но теперь она будет, если врываться снова, то без БКБ, и это без шансов. И XM пишет, ГГ, это 2-0 за командой Вичи Гейминг пока что получается. Да, Вит? В принципе, по сценарию тут все прошло. По драфту, по сценарию, да. Во-первых, очень круто сделали Вичи Гейминг в начале, потому что вот этот триплайн поставили и не дали жить вообще ни как Виверу. Во-вторых, ну, с антимагом трудно было бороться. Да, какие-то на него тут находились все-таки ключики в лице Марса, вот этого копья и убить. Это уже в лейте. Но все-таки против в лейтгейме, против вот таких сильных ультимейтов, которые есть у Феникса, Дума и Трента, хоть мы и не увидели, да, именно красивой вот этой комбинации, слаженной такой, синергированной от Феникса и Трента, это все равно, даже одинарно, когда они это все кидали, это очень все равно сильно было, и под это антимаг может спокойно драться. Поэтому пик CDC, он был только на темп, на расчетную эту темпларку, на ранний артефакт и попытку задиминировать. У них это не получилось, поэтому Вичи Гейминг, в лыте, понятное дело, за счет своих героев забрали эту карту. Браво, 2-0. Да, ну ситуация накаляется, теперь в шаге от второго места оказывается CDC, и я думаю, что все свои наработки максимально они будут показывать уже на следующей карте, которая будет после небольшой паузы. Далеко не расходитесь.